Мама писала повод прошлого выпуска, говорит, все классно, но не могли бы вы поменьше употреблять слово говно? Думаешь, сможем? Говно вопрос! Да! Привет, это подкаст Кинач, меня зовут Джон, и я голос еженедельных новостей Hype News на Канобу, а напротив меня Антон Зан, и он голос войны сегодня в нашем подкасте. Привет! Ребята, прежде чем начать, объясню, почему мы сегодня без видеоряда. Мы сейчас находимся в процессе поиска новой студии, потому что... Да, потому что на старой студии нас постоянно преследовали какие-то приключения. То там включалась сигнализация, то приходили люди и не давали нам снимать, то выбивало пробки, и мы не могли оттуда выйти, потому что выключалась дверь, которая работает на отпечатках пальцев. И, в общем, мы решили все-таки считать эти сигналы судьбы, и пока не началась какая-то херня как в пункте назначения, свалить оттуда, что мы и сделали. Да, и вот, и, собственно, мы без видео, потому что мы записываемся на кухне. Вот, и мы решили, что, ну, как-то кухонный формат, это немножко стыдно. Мы можем вам об этом рассказать, но если вам нужно видеть наши лица, если вы действительно этого хотите, ну, давайте мы на следующем выпуске поставим камеру на кухне, но для этого вам нужно будет написать об этом в комментариях, чтобы мы почитали и поняли, что, ну, вам действительно нужно видеть наши лица, хотя я не знаю зачем. Потому что, да, мы не обладаем стопроцентной уверенностью в том, что кому-то вообще, может быть, нужно видеть наши лица в процессе нашего обсуждения. Да, тем более подкаст это все-таки аудиоформат. Но, о чем мы сегодня разговариваем? Сегодня мы обсудим одну очень животрепещущую новость. Мы поговорим о фильмах, которые основаны на реальных событиях, в боепиках, может быть, даже чуть о документальном кино, и в чем их вообще проблема, и есть ли она вообще. И мы вспомним замечательный фильм «Дир Хантер», которому в этом году исполняется 40 лет. И выходим мы на сайте kanobu.ru, при помощи которых мы делаем то, что мы делаем. Поехали! Новость, о которой мы хотели сегодня поговорить, это то, что происходит со «Звездными войнами» на протяжении всей вот этой недели. Это просто какой-то пиздец, на самом деле. У меня нету слов, чтобы выразить все свои эмоции. Собственно, началось все с того, что Хан Соло, Мангострадальный спин-офф, который вышел не так давно, и который мы обсуждали в позапрошлом подкасте, собрал, ну, очень мало денег. То есть было понятно, что он не соберет миллиарды, не соберет даже, там, не знаю, 800 миллионов, но он собрал что-то типа на данный момент 380 миллионов по всему миру. При том, что бюджет у него был 250. Да, и это только production budget из маркетинга. Хотя вообще был ли там маркетинг, не очень понятно. Ну да, учитывая, какая халтурная была реклама у фильма, мне кажется, на маркетинг они потратили, типа, 50 рублей. Да, и, короче, это сильная потеря, и стало понятно, что надо что-то делать, и делать какие-то выводы. А нет, мне кажется, все деньги они слили на постеры, потому что постеры были просто охрененные, мне очень понравились. Хотя, а, нет, они не потратили деньги, потому что постеры они тоже спиздили. Там же был небольшой скандал о том, что оформление постеров вот просто в наглую слизано у какого-то художника, который выкладывал свои работы на Бехансе, по-моему, или где-то там. Ну, короче, то есть прям реально дизайнер просто украл вот эту вот идею с буквами, через которые поступают герои. Причем, ладно, можно было бы сказать, что, ну, господи, это не такая революционная идея, но там прям реально там даже цвета те же самые. Ну, то есть, короче, даже на это они не стали тратить бабки. Это по-нашему. Да. Вот, давай, знаешь, мы сейчас по такой ретроспективе пойдем и будем восстанавливать события по мере их поступления... В информационное пространство. Да, и отыгрывать свои эмоции в этот момент. Значит, все началось с того, что появилась новость о том, что Дисней якобы сделал выводы из произошедшего, из того, что Соло не собрал нормальную кассу, не отбился. Это коммерческий провал, и поэтому студия, недолго думая, сделала вывод, что, ну, так, может быть, наверное, стоит и заморозить все эти спин-оффы, и сообщает нам об этом издание Collider. Отыгрывая свои эмоции. В общем, что я хочу сказать, что, ну, типа, это была первая мысль у меня, в принципе, в голове, когда я узнал о том, что Соло плохо собирает, что он не идет вообще, что никому не интересно, никто на него не ходит, и даже в Memorial Day Weekend он не отбился. Ну, да, для меня это тоже было очень важным моментом, потому что, как бы, по херу, сколько там этот Соло собирает, и когда я думал о прокате Соло, собственно, меня больше всего волновала как раз судьба спин-оффа, потому что, на мой взгляд, спин-офф — это будущее, с трилогией основной происходит непонятно что, она в основном забазирована на предыдущей, ну, самой старой трилогии. Я надеялся, что спин-офф — это будет будущее «Звездных войн». Когда Хан Соло начал собрать мало, я начал очень переживать, потому что сейчас они спин-оффы отрубят, и останемся мы с одними лазерными мечами и какими-то там дочками матери с предыдущими героями. Да, но потом стало известно, что, оказывается, в интервью к каналу ABC News ребята из Lucasfilm сказали, ой, не-не-не, чуваки, вы что, мы ничего не замораживали, все в производстве, все нормально, у нас так много фильмов по «Звездным войнам», мы столько для вас всего приготовили, вы охренеете, короче. И все вроде как расслабили булки и такие, ну, ништяк, можно будет что посмотреть. Но проблема в том, что никто ничего не уточнял, то есть будут ли это фильмы по спин-оффам, да, про Бобу Фетта, про Оби-Вана, будет это вот эти самые странные фильмы от Райана Джонсона. Там уже точно запланирована новая трилогия от Райана Джонсона. Да, и помимо этого, есть еще, насколько я понял, в производстве где-то в обсуждении, там то ли трилогия, то ли просто отдельные какие-то фильмы, неназванное количество от шоураннеров «Игры престолов». Да, огромное количество фильмов, в общем, просто по вселенной «Звездных войн» готовятся. Вот, эти чуваки, ну, типа, они единственное, что пока говорят, это то, что их фильмы не будут связаны с этой «Скайвокериадой», назовем ее так. Ну, то есть они планируют ее закончить вот со следующим фильмом, который будет в декабре 2019-го? Как я понял, что будет происходить? Значит, Джей Джей Абрамс доест вот эту свою кашу, короче, которую он заварил в самом начале в седьмом эпизоде, доест это все, и после этого за съемку возьмется Райан Джонсон со своей новой трилогией. При этом, то ли параллельно, то ли после, будет сниматься то, что напишут шоураннеры «Игры престолов». Так подожди, Райан Джонсон будет снимать новую трилогию? Да. Вот, и почему на первом плане Райан Джонсон мы узнаем чуть-чуть попозже, когда перейдем к следующей новости о том, что все-таки как будто бы кто-то что-то заморозил. Спин-офф про Оби-Вана он пребывает в каком-то стазисе, то есть он вроде как не был в разработке, никогда не рассматривался. Его официально не анонсировали. Да, ну, собственно, как и все остальные спин-оффы там про Бобу Фетта тоже как бы никто не говорил, что мы снимаем фильм про Бобу Фетта. То есть такого анонса не было. Но вот с Оби-Ваном, типа, говорят, ну, сорян, чуваки, мы пока ждем. А вот с Бобой Феттом там, типа, вообще все мутно. Типа, вроде как его начали делать, но сейчас тоже поставили на холд. Прикол в чем, что Lucasfilm говорят о том, что мы так много кино снимаем, и, походу, все-таки речь идет не о спин-оффах. То есть основная проблема спин-оффов сейчас в том, что у них очень раздутые бюджеты. То есть даже если мы не будем смотреть на Хана Соло, который переснимали, и за счет этого он потолстел еще на 100 миллионов, они все равно обладают какими-то, ну, космическими бюджетами для спин-оффов. Я не могу поверить в то, что эти фильмы столько стоят. Ну, 250 миллионов, но это очень много. Но это очень большие пересъемки. Да, окей. То есть корпорация именно ведет себя как допуска корпорация, что вот мы возьмем режиссера с видением, скажем, снимай фильм, чувак. Он начнет снимать фильм, вкладывает туда свое видение, мы подождем, пока он снимет 80%, потом такие, ой, нет, что-то много видения, уволим его, и возьмем какого-то чувака типа Рона Ховарда, который только умеет, чтобы брать под козырек и делать, что от него хотят. И пусть он нам все переснимет, в итоге бюджет увеличивается в два раза. Здесь достаточно просто определиться, либо сразу брать режиссера, который будет делать ровно то, что вы хотите, либо брать режиссера с видением и не кантовать его. И вот я бы очень хотел, чтобы они выбрали второй вариант с не кантованием режиссера с видением, но я уверен, что корпорация выберет первый. Да, я боюсь, ты никогда этого не дождешься, потому что об этом я хочу сказать чуть попозже. Все, я вот оттягиваю, оттягиваю это вот с Райаном Джонсоном эту историю. Поговорим об этом обязательно, это очень важно. Но я хочу сказать о том, что вот Дисней сейчас очень хорошо было бы действительно сжать бюджет спин-оффов до 50, максимум до 100 миллионов долларов на один фильм. И поехали штамповать их и выделять еще примерно столько же на рекламу. И все, и будет ништяк. Я уверен. И давать их разным людям, просто пусть снимают. Конечно, конечно. Вот, но по поводу того, чтобы давать их разным людям, есть одна проблемка. Тут я перейду к такой спин-оффу этой новости. Параллельно с этим шумом насчет спин-оффов появилось известие о том, что фанаты, и это значит не такие фанаты, которые там, знаешь, жирные с Нэкбирдом, обсыпанные чипсами, сидят перед компом и говорят, что вы снимаете говно. А это нормальные, серьезные какие-то киношные продюсеры с бабками. Которые сидят перед компом и говорят, вы снимаете говно. Да, 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 да. Вот такие вот чуваки. Они говорят, ребят, у нас есть бабло на то, чтобы сделать ремейк восьмого эпизода. У нас и бабло, и бадхёрд. Да, и короче, они говорят, что ребят, мы открываем краудфандинговую компанию, чтобы собрать деньги для того, чтобы привлечь внимание к нашей фанатской боли. Блять, это настолько тупо. Я не знаю, у меня настолько бомбит от вот этих вот воинствующих фанатов. Ну то есть, окей, ты можешь говорить, что новые Звездные войны говно. Но типа, официальный канон, вот этот старый, он типа, настолько запутанный, настолько геморрой, настолько фанфиковый. Не, ну давай разделим. Во-первых, если ты говоришь, что все новые фильмы говно, у тебя просто бадхёрд. И ты такой, олдскул, я люблю олдскул. Скорее всего, тебе лет 20, ты смотрел старый Звездный войн уже хрен пойми в каком, в 2015 году. Короче, Старствующий хипстер. Да, это одно. А другое дело, что тебе понравился конкретно восьмой эпизод. И у меня тоже большое количество вопросов к восьмому эпизоду. Он именно, как фильм довольно странно с клиентом. Там много ненужных сторилайнов. Там как-то непонятно развернули некоторые сюжетные линии, которые были засетаплены в седьмой части. То есть восьмой действительно очень такой странный фильм. Да. И даже если давать дальше Райану Джонсону, который его снял, снимать свою трилогию, ему сначала нужно сделать большую работу над ошибками. Потому что если он будет снимать так же, как восьмой, во второй, в третий раз это может очень сильно не зайти. Проблема в том, что скорее всего работу над ошибками за него будет делать Кейтлин Кеннеди, которая отвечает за все Звездные войны. Ну, по-моему, Кейтлин Кеннеди обосралась с Соло. Я виню в провале Соло, в первую очередь, именно ее. Потому что вот эти вот пересъемки, вот это вот решение о выпуске его как внутри бутерброда между двумя блокбастерами, которые ожидали гораздо больше, чем Соло. Это идея выпустить его почему-то не в декабре, а весной. Хотя такая была бы классная вещь, что каждый декабрь, каждые предроженческие праздники выходят в новые Звездные войны. Да, Рождество значит Звездные войны. Да, в декабре мы с пацанами собираемся и идем смотреть Звездные войны. Да, потом кто-то из нас улетает в Санкт-Петербург. Вот, а я хочу сказать о том, что Кейтлин Кеннеди скорее всего просто сделает немножко другие выводы, не те, которые мы хотели бы, а... Да, она сделает выводы, что не надо... Надо брать марионетку. Надо сразу брать марионетку, надо все вылизывать, а то, что выпустили его криво и хреново маркетили, так это она не сделает. Конечно. И вот такая марионетка у них теперь есть в лице Райана Джонсона, потому что он настолько, короче... Ну вот реально, у меня складывается ощущение, что это такой чувак, который, знаешь, типа... Ему такие Райан, тут надо дососать, поможешь? Он такой Да, да, конечно, и берет и начинает насасывать, короче. А потом ему говорят, типа Райан, а тут еще один есть, тут, типа, тоже можешь дососать? Он такой Да, да, иду и там досасывает. Потому что... Нет, подожди. Почему? Вот смотри, почему? Потому что когда вот эти фанаты собрались такие, типа мы будем переснимать восьмой эпизод, Райан Джонсон пишет в Твиттере Да, давайте, чуваки, Да, 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 конечно, конечно, конечно. И он прям такой весь их поддерживает, весь такой так рад этому. Либо он, знаешь, либо он настолько самоироничен и понимает, что он снял говно. Откровенно, продюсерское кино он сделал. Может, он просто понимает, что они в вас срутся? Вот. И такой, да, чуваки, ааа, истеричка, попробуйте-ка. Возможно, возможно, я не считал такую иронию. И вот на самом деле я очень хочу, чтобы фанаты эти собрали бабки, чтобы собрался большой штат, чтобы на площадке постоянно было много-много-много фанатов Звездных Войн, чтобы они просто коллапсировали и поубивали, блядь, друг друга. Потому что просто я вот вижу перед собой эту картину, как, знаешь, как вот эти вот продюсеры, которые с бабками и готовы снимать настоящие Звездные Войны для фанатов, у них свое видение. А вот у этой массы, которая не обладает таким количеством бабла, которая просто сидит, короче, обсыпанная чипсами снэкбиртом перед компом, у них другое видение. Потому что фанаты, у фанатов вся история разворачивается в их воображении, в их фантазии. И поэтому каждый видит ее по-своему. И поэтому, сколько бы ты ни старался, сколько бы фанатов ты ни выслушивал, ты не отсосешь все члены, которые тебе нужно отсосать. Тебе придется выбирать, какой вкуснее, какой красивее, какой ты хочешь больше. Который даст тебе больше денег. Конечно. Ну и вообще, Звездные Войны это ведь не столько фильмы, сколько вот этот миф, который существует в поп-культурном поле уже давно, совершенно в отрыве от самих фильмов. Например, я посмотрел полностью все Звездные Войны, наверное, лет в 18, в 2008 году. Но при этом, я лет в 10 подробно сдал все про Звездные Войны. Я сдал какие-то джедаи, лазерные мечи, про Дарта Вейдера. Все очень сдал, он оказался очень крутым. И при этом, ну это настолько все было интегрировано в инфополе, в котором я жил, без всяких фильмов. А когда я уже посмотрел в 18 лет эти фильмы, они, ну честно признаться, были гораздо хуже, чем вот этот вот миф про Звездные Войны. Дарт Вейдер в старых фильмах даже близко не такой суровый, великий, страшный злодей, каким он представляется в поп-культуре. В поп-культуре есть образ Дарта Вейдера, какого-то великого злодея. А потом ты включаешь эти старые фильмы, и он такой, ну какой-то, вялый довольно чувачок. Ну типа да, если бы тебе было 12 лет в 80-е, ты бы перся. Да, и вот как раз очень большая часть претензий людей к современным Звездным Войнам заключается в том, что люди предъявляют претензию, что им больше не 12 лет. Да. То есть дело не в самих Звездных Войнах. Дело в том, что, конечно, когда тебе трит цуль, и ты смотришь Звездные Войны, пусть они даже не хуже, чем старые, тебе будет не так интересно. Конечно, но ты живешь все еще воспоминаниями о том, как круто было, когда твоя фантазия, твое воображение работало лучше, и ты видел в кино вот не просто дерущихся дедов каких-то на световых мечах, а ты видел перед собой сражение сил добра и зла, и для тебя это так много значило, и ты хочешь, чтобы в 30 тебе дали то же ощущение, а новые фильмы уже с этим не справляются, к сожалению. И вот я не знаю, проблема ли это продюсерского кино, или проблема это того, что мы уже не такие, я не знаю. У меня нет ответа. Но восьмой эпизод действительно странный. Восьмой эпизод действительно странный. Там много линий, которые бы вырезаны. На самом деле, мне кажется, чтобы починить восьмой эпизод, надо просто оттуда минут 40 вырезать. Нужно вырезать линию с комичными меньшинствами, эту дебильную планету с конями, и как-то немножко подфиксить третий акт, в частности, место, где там приходит Люк Скайуэкер по скайпу, и снежные лисы выводят всех из пещер. Мне кажется, чтобы исправить новую трилогию, нужно вырезать Сноука. Ну, то есть, я не очень бомблю с того, что «А, где же Сноук прятался все это время? А почему это его в старых трилогиях нигде не показывали?» Ну, типа, ну, не было и не было, да и хер с ним. Но просто в целом это какой-то злодей такой, который вроде появляется, он такой очень страшный, он такой на горизонте большой и весь такой из себя «Ух!» И потом он так же просто и внезапно умирает, и ты такой «Ну, ладно, наверное, так было нужно». Без Сноука не было бы замечательной сцены в красной комнате. Да, конечно, сцена в красной комнате это просто что-то фантастическое, я прям считаю, что это самое лучшее, наверное, что было в последнем эпизоде «Звездных войн». Так или иначе, восьмой эпизод при всем хейте со стороны фанатов собрал 1,3 ярда баксов, и мы подписаны на еще целую трилогию от Райана Джонсона. Сделает ли он, работа над ошибками, не сделает. Мы это увидим, и нам придется то, что он сделал, хавать. Да. Ладно, давай переходить к главной теме нашего сегодняшнего подкаста, а именно к фильмам, основанным на реальных событиях. И сразу хочется выделить из вот этой вот безликой массы фильмов, основанных на реальных событиях, более узкую категорию боёпиков, который обладает своей мифологией, своими какими-то целями и своим определенным восприятием среди как зрителей, так и кинокритиков и киноакадемиков. И поговорить о ней более подробно, а по всему остальному пройтись вкратце. Под всем остальным я подразумеваю вот эту вот любовь безумную голливудскую к тому, чтобы под каждым фильмом, где хотя бы пару букв основанные на реальных событиях, написать жирным шрифтом типа этот фильм по мотивам произошедшей на самом деле истории, этот фильм на чём-то основан, это было на самом деле. Хотя если копнуть, в итоге оказывается, что то, что было на самом деле, это имя главного героя и его бабы. А как ты думаешь вообще, зачем это нужно всё? Вот. И мне кажется, что в этом явлении манифестируется вот этот вот первобытный животный страх кинопродюсеров перед чем-то новым. Потому что вообще принято хейтить кинопродюсеров, что типа вот они испортили нам кино, вот они не дали режиссёру снять, что он хочет, но при этом если задуматься, кинопродюсерам быть реально сложно. Если ты режиссёр, то у тебя есть куча способов снять какую-нибудь херню, но при этом оказаться в плюсе. Ты можешь снять какую-нибудь абсолютную дичь типа The Room, и при этом оно станет культовым. Да, и стать культовым режиссёром. Ты можешь снять фильм, который не соберёт и десяти долларов, но при этом критики скажут этот фильм крутой, тебе похлопают в Каннах и тебя возьмут на следующую работу без проблем, даже при том, что твой фильм провалился в прокате. Или просто будут уважать, говорить, о, чуваку похлопали в Каннах. А вот когда ты кинопродюсер, то единственное мерило твоего успеха это количество собранного бабла. И совершенно логичен страх кинопродюсеров перед тем, чтобы снимать кино по мотивам совершенно новых историй, потому что продать историю про людей, которых мы знаем, гораздо проще, чем продать историю, которую 15 минут назад придумал какой-то непонятный хер. И если в плане боёпиков это совершенно оправдано, действительно, люди гораздо быстрее пойдут на фильм про человека, которого они знают, то вот в плане вот этих вот фильмов по мотивам, где основываясь на имени героя внизу подписывают это было на самом деле, мне кажется, здесь вот это именно фобия манифестируется, что продюсер Си, блин, но ведь это фильм, мы не уверены, что он кому-то понравится. Ну, окей, ну, а как это защищает продюсера от х**овых просмотров? Ну, то есть, смотри, это фильм-история о какой-то там американской фигуристке, которая что-то там где-то скандалила, да мне срать. Ну, типа, откуда я знаю, кто это, что это за Тони Хардинг или как там ее зовут? Не, ну, подожди, плохой пример. Тони Хардинг это пиздец известная история, вообще очень невероятно известная история. Ну... Про Тони Хардинга это как про Курта Кобейна снимать. Хорошо, ладно, не будет Тони Хардинг, будет у нас, допустим, некий абстрактный хер. Не, ну да, то есть, допустим, вот сейчас вышел фильм-тег, который называется пойму, как это, Салочки? Ну, как-то Русалочки. Это фильм Салочки, Джереми Реннер. Да, там играет Джереми Реннер Соколиный глаз. Вот, и там какой-то мутный премис, который основан типа на реальных событиях, которые, ну, всем срать на вот эти вот реальные события. Да, там суть в чем, давай я это вкратце расскажу, там история про взрослых мужчин, которые играют в Салочки месяц в году, и типа они не останавливаются ни перед чем, чтобы засалить другого своего чувака. Sounds gay. Да, типа они там прокрадываются друг другу домой ночью, там, не знаю, подлавливают на работе и так далее. То есть, короче, такая типа, ну, очень прикольная, ну, вот именно идея. Ну, типа это основано на реальных событиях, потому что какие-то голбоебы где-то играли. Якобы реально есть такие чуваки, да, вот так вот они играют на протяжении 30 лет. Ну вот, мой пойнт в том, что это как раз просто способ кинопродюсеров психологически защититься, может не только их, психологически защититься от боязни провала, что типа, а вот мы основали на реальных событиях, значит, ну, провалимся с меньшим количеством. То есть, это не просто история из головы, которая может оказаться дичью, в реальной жизни, и с меньшей вероятностью от этой дичи. слишком сильно давишь на вот эту вот боязнь продюсеров, что фильм не отобьется. Ну, то есть, я не спорю, да, что, конечно, такой страх у них есть. Не, ну, не только продюсеров. Я думаю, и режиссеры бывают боятся, что их фильм провалятся и хотят как-то пристраховаться. Но просто им спокойнее. что история, основанная на реальных событиях, она может быть интересна зрителю. То есть, ну, это такой инструмент воздействия на зрителя, в первую очередь, чтобы ему было интересно, ну, да, окей, чтобы он пошел и посмотрел, потому что, потому что, не потому что это проверенная история, ну, то есть, именно мотив мне интересен сам, не потому что эту историю, типа, о ней кто-то слышал и, возможно, она будет, поэтому, отобьет кучу денег, а в том, что, как было в Pain and Gain, например, да, который, анаболики, или как он называется. Pain and Gain это как раз некоторая деконструкция вот этого явления, потому что тут у нас настолько дикая история, при этом она действительно произошла, что мы будем по этому поводу шутить и напоминать посреди фильма с субтитрами, что, где там чувак стоит и жарит на мангале отрезанные пальцы чувака, которого не похитили, и написано «Напоминаем, что это произошло на самом деле». Это смешно и здорово, но просто вот это очень хорошо показывает, почему мы так любим фильмы, основанные на реальных событиях, потому что ты каждый раз смотришь такой «А что это на самом деле что ли было? Правда? Типа вот такая дичь, а потом ты лезешь в какую-нибудь википедию, факты на кинопоиске, и оказывается, что «О, ну это режиссеру выдумали, а ну тут мы приукрасили, чтобы было, короче, более драматичной история». это как правило симулякор, как правило это все очень сильно преувеличено, даже такая совершенно невероятная история, как история американского охотника девнадцатого века, на которой основан фильм «Ревенант» с Леонаром Ди Каппро, за который он получил «Оскар», все равно нуждается в гиперболизации и добавлении каких-то диких совершенно подробностей, без которых фильм не будет достаточно цепляющим, то есть там мало того, что охотника подрал медведь, он 200 километров полз, как мереси, впитаясь хорешками и грибками, мы еще добавим, что он на лошади спрыгнул с обрыва, а потом у этой лошади распорол брюхо, заполз с него и там ночевал. Да, и там же опять же там та же тема про то, что он за своим предателем гнался прямо до самого города и нашел его и сам ему отрубил ему топором что-то там, убил его. Все отрубил. Да, отрубил ему все. Это же тоже, насколько я знаю, выдумка, что на самом деле... Он его нашел, на самом деле, но не убил, потому что он к тому моменту успел записаться в армию и за убийство чувака в армии была бы смертная казнь ему. Да, и поэтому как-то, ну, то есть понятно, что нам историю приукрасили, показали, чтобы она была более увлекательной и интересной и чтобы Элинарда Декабрия получила оскор за такой актинг. Так вот в этом и поинт. Мне как зрителю совершенно не нужна вот эта вот надпись, что это основано на реальных событиях. Меня это никак не трогает. То есть, если это основано на реальном человеке и действительно цель в том, чтобы рассказать про этого человека, это может быть интересно, если мне интересен человек. А то, что премис истории, вот Райн, самое-самое ядрышко, на которое потом накрутили дополнительные фигни, ну, мне это прям плевать. Знаешь, что я хочу сказать на этот счет? Вот давай мы сейчас про самое-самое ядрышко и персонажа поговорим вот чуть попозже, вот как раз в твой спич про Байопики. А я хочу сказать, вот меня сейчас посетила мысль, почему это важно? Даже если режиссер придумывает много всего, если режиссер фантазирует и начинает дописывать какие-то драматичные события вокруг, это клево, потому что это зрелищно, но зачем нужна эта надпись, основанная на реальных событиях? Я потом полезу в Википедию и почитать, как это происходило реально. Это помогает нам, зрителям, расширять свой кругозор, ну, в принципе, просто как человеку. Расширять свою эрудицию. То есть просто ты будешь больше знать о каких-то интересных событиях в жизни. То есть историю того же Хью Гласса, например, да, из Выжившего, я не знал до того, как поднялся хайп вокруг очередного фильма Иньериту с Леонардо Ди Каприо. Но, опять же, я узнал, что вот это оказывается на реальных событиях, полез в Википедию и прочитал охренительно интересную историю не только про самого Хью Гласса, но и вообще про, в принципе, про промысел вот Пушнины в то время. То есть ты хочешь сказать, что это некоторая секретная программа, такой коллаб между американским правительством и Голливудом с целью повысить количество чтения жителями Википедии. Нет, я думаю, что это синдром поиска глубинного смысла сейчас, но мне кажется, что это просто прикольная плюшка. Нет, это просто то, что ты увидишь в этом для себя. Ну да, я считаю, что это клево. Я думаю, что многие люди, на самом деле, увидев плашку, основанную на реальных событиях, полезут в Википедию хотя бы чисто из интереса свериться, а что придумали, а что нет. Потому что мы уже знаем, что по-любому что-то придумали. И ты такой, хм, а вот тут в Википедии написано, что он не спал в животе лошади. Фильм говно, и за что ему дали этого прохиндею Оскар, я не знаю. Вот. Но тем не менее, ты полезешь в Википедию читать, будет интересно, весело. Я не лажу в Википедию после Фарга. Братья Коины обманули моё доверие. Я думал, что с Тиво Бушами действительно прыгали в дробицу. Оказалось, что это ложь. С тех пор я не верю людям. Нет, ну Фарга, Фарга, знаешь, мне, кстати, мне, наоборот, в сериале это нравилось даже больше, потому что... Потому что сериал ты посмотрел раньше. потому что сериал более дикий. То есть, в оригинальном фильме история немного... Там, скорее, вся странность заключается в нетипичных для происходящих в фильме обстоятельств образов персонажей. Тогда как в сериале, который снимали сильно позже, реально уже какая-то совершеннейшая дичь происходит. И вот эта вот надпись «Основанная реальная событиях» как раз гораздо четче считывается как вот эта вот откровенная гипербола. Ну это троллинг обычный. ну да. И типа, возможно, просто потому что я смотрел Фарга реально уже, ну оригинальный фильм очень поздно, и мне не казалось это такой дичи, потому что я привык ко всякому аду и мясу, которое происходит в районных фильмах, а в 96-м году это, в принципе, так же невероятно смотрелось, как сейчас смотрится эта надпись в сериале Фарга. Ну да. Что там про боепики? Во-первых, чем, на мой взгляд, отличается фильм по мотивам от боепика? На мой взгляд, он отличается предпосылкой. Если в фильме по мотивам мы хотим рассказать историю, просто мы хотим снять фильм про что-то, и потом берем, давай возьмем эту историю, которая реально существовала, и потом про нее снимем фильм. Тогда как боепике изначальная цель это рассказать историю про конкретного человека. Да. То есть мы не ищем вокруг, на чем бы нам забазировать фильм, мы конкретно идем к человеку, и про него этот фильм снимаем. Да, давай честно. И боепики это совершенно другой жанр. То есть их любят все. Их любят продюсеры, потому что гораздо проще продать историю про персонажа, который обладает мифом в медиафоле, про которого знают много людей. Боепики любят киноакадемики, потому что каждый киноакадемик, смотря боепик, в глубине души представляет, как же снимут боепик про меня. Вот я умру и буду снимать про то, как я жил, как я отношался со своей женой. И поэтому в том числе они голосуют гораздо легче за то, чтобы давать Оскары и актерам, играющим боепикам, и самим боепикам в тех или иных категориях. Боепики любят актеры, потому что, во-первых, гораздо проще срубить наград на боепике, а во-вторых, гораздо проще играть реально существующего человека, чем выдумать образ, которого никогда не было, так, чтобы он смотрелся органичным и потом играть его. Именно поэтому так много Оскаров дают за мужчину или женщину в главной роли именно актерам в боепиках, потому что, по сути, когда тебе дают боепик, главное не зафокапить. Вот реально единственное, что тебе нужно, это реально отдаться этой роли и постараться как следует. Вот смотри, я что хочу сказать. Во-первых, маленький ликбез, да, что такое боепик, про этимологию этого слова, биограф и пикчер просто. Да, да. Биопик, да, вот. В чем разница между фильмом, основанным на реальных событиях и боепиком? Ну вот, на пальцах, давай объясни. Почему Ревенант, Выживший, это боепик или это фильм, основан на реальных событиях? основан на реальных событиях. Почему? Потому что мы понятия не имеем, кто такой Хью Гласс. Ну окей, я понятия не имею, кто такой Трамбо. При этом это боепик. Это Трамбо, это известный... А, это где играл... Брайан Грэнстон. Да. Известный, он играет известного голливудского сценариста, он выживал в то время, когда комуяки были изгнаны просто отовсюду в Америке. Ну окей, тут... Давай следем на том, что тут нет четкой границы. Мне кажется, есть четкая граница. Вот как раз таки тут есть четкая граница, и она заключается в том, насколько режиссеру или сценаристу позволено додумывать самому. Ну то есть, боепик у тебя есть жесткая история, такой вот жесткий концепт, в котором ты не имеешь права никуда вот там. Нельзя сказать, что... А вот еще, помимо этого, Трамбо ставился хмурым и, короче, торговал малолетними проститутками, чтобы добавить драматизма этой истории. Вот. А, например, в фильме, основанном на реальных событиях, ты можешь такое сделать, потому что, ну типа, ребят, у нас по мотивам. Мы решили добавить драматизма, поднять социально важную тему торговли малолетними проститутками, поэтому мы добавили вот такое. Но опять же, если бы с момента смерти Трамба прошло столько же, сколько с момента смерти Хью Гласса, можно было бы уже добавить какую-нибудь дичь, и это было бы плохо. Не думаю. Не думаю. Вот смотри, если мы возьмем, например, будем снимать биопик про Юлия Цезаря, это будет либо просто фантастическое кино, где Цезарь верхом на Пегасе с огненным мечом воюет с орками, либо это будет вот такая дичь, как, например, с Геркулесом, да, с Дуэйном Джонсоном сделали, либо это будет действительно серьезное историческое кино, биографическое кино, в котором не будет разрешено делать какие-то объяснения. Но все равно туда допилят чего-нибудь, добавят дополнительную любовь, какую-то линию, добавят такую. Нет, но вот это уже другое, то есть есть факты, в которых ты можешь как-то варьировать развитие событий, то есть есть факт, что Цезарь ебался с Клеопатрой, это факт, ебал он ее туда или ебал он ее сюда, это уже решать режиссеру. Как это было на самом деле, ебал он ее вообще на самом деле, мы не знаем. В истории это никто не зарисовал, кто не зарисовал. Да, есть соответствие какому-то мифу, даже не мифу, нет, ну, это исторический факт, что Цезарь ебал Клеопатрой. У них были романтические отношения, скажем так. И уже режиссер решает, как показать эти романтические отношения. То есть режиссеру в боепике важно показать факт того, что это произошло. Как он это покажет, решать ему. В то время как в истории, основанной на реальных событиях, ты можешь просто взять прикольную историю и на ее скелете построить... В боепике тоже можешь. Одно из главных развлечений вокруг боепиков это бугурдить на тему того, что там показали, а что там не показали. Типа, вот он недостаточно бил свою жену, или, ой, он слишком много бил свою жену. И как бы это ничем не отличается от того же истории про Хью Гласса, кроме того, что всем похер, но Хью Гласса и очень мало количества людей сбугрутит из-за того, что он прыгал с обрыва на лошади, хотя на самом деле он не прыгал. Но опять же, эти люди есть. На самом деле, эти люди найдутся. И вот, на мой взгляд, как раз... Есть люди, которые пьют мочу, блин. Ну и что? Ну вот поэтому в моем... Я тоже... Так вот, не будем об этом. Именно в этом мой тезис о том, что это спектр. То есть, нет... Где 07? Нет? Смотри на мое колечко со сменожки. Типа, нельзя сказать, что вот это точно боёпик, а вот это точно не боёпик. Тут как с генами. Все плавно переходит из одного в другую. Чё? Крокодилами? Прости, не могу. Да. Здесь как с крокодилами. Если у тебя много зубов, то боёпик бы тебя не снимут, потому что люди любят боёпики про беззубых. Про большие уши. И вспоминаю фильм Дамба. На самом деле, кстати, вот это боёпик? Нет, это диснеевская сказка. Ах, да, Дамба реально не существовала. Он как Иисус. Точно. Всё время путаю этих двух. Что, Иисус? Ты путаешь Иисуса с Дамба? Ну да, они оба не существовали, да? Оу. Оу, да. Сиг Бёрн. Тапшит. Ну всё, теперь нас... Добро пожаловать на английскую сторону нашего подкаста. Да, теперь нас захуй и сосят в комментариях за то, что мы так любим Америку, что употребляем слишком много English phrases. You know, I like English phrases so much that I use them every time. Ой, давай вернёмся к боёпикам. Вот. Кстати, по поводу избения жен. Это же я в первую очередь референсил к фильму Straight Outta Compton, как это? Голос улиц назывался в оригинале. В смысле, как в оригинале? В русском дубльже. В адаптации. Любой русский патриот знает, что русский дубляж — это на самом деле оригинал. А оригинальная озвучка — это жалкая пародия. Вот. И там как раз очень много людей бугуртило из-за того, что не раскрыта тема, что все эти чёрные чуваки били своих тёлок на том или ином этапе своей жизни, а некоторые так и продолжают. Вот смотри, вот тут есть важная, интересная очень часть вообще в принципе биографических фильмов. Биографический фильм, он, на мой взгляд, не должен давать оценки происходящему. То есть, грубо говоря, у режиссёра не должно быть любимчика. Нет, подожди, тут не предлагается дать оценку, предлагается просто показать, что они это делали. Вот в том-то и дело, что, понимаешь, показывая зрителю, что главный герой или персонаж фильма бьёт жену, социально порицаемый поступок, он сразу делает этого героя негативным. То есть, он практически не сотрясательным персонажем. надо завоить вошадь это всё. Ну, не завоить вошадь, но хотя бы не поднимать эту тему. Вот как раз, ну, вот тут как раз, мне кажется, опять же, можно разделить боёпики на две категории. Те, которые хотят рассказать реальную историю реального персонажа, то есть, вот у нас есть миф про Элвиса, что вот он такой король рок-н-ролла, а мы покажем, что на самом деле он срал. Иди вот там. То есть, вот такие люди такие, вау, ничего себе, король рок-н-ролла срал, прямо как я. И, ну, то есть, это именно раскрыть, как бы, приземление мифа про персонажа и попытка, ну, рассказать про него правду. Либо наоборот, мы можем чисто рассказать вот этот вот самый миф, пересказать. Ну, то есть, вот мы снимаем, например, про президента Джона Кеннеди по Йопик, и можем рассказывать, то есть, можем инфорсить миф про то, что какой он был молодец, как бы он поднял страну с колен, если бы его не пристрелили, какой он был крутой семьянин, там, добрый отец, бла-бла-бла. А можем рассказывать про то, как они с братом Мэрлин Монро ебали, ну, в ночь перед выборами, и вообще, как он там налево ходил, и какой он был, ну, типа того, да, и какой это был двоякий человек, то есть, вот как раз в первом случае это будет инфорсинг мифа, а во втором это будет раскрытие персонажа, как он был на самом деле. Хорошая тема, хорошая тема. Если ты хочешь рассказать персонажа на самом деле, нужно... Показывать его обе стороны. потому что ты вот странно сказал, что не нужно показывать, что он бил жену, потому что это, ну, как бы, откровенно негативно, но, блин... Скажем так, режиссер не должен давать оценки именно происходящему, то есть... Мне надо, чтобы персонаж-скептик заходил в кадр и говорил, плохо бить жену, а я ей плохо бить жену. Ну, типа того, да, 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 ну, типа, если он бьет жену, то, типа, он бьет ее, возможно, по какой-то причине, то есть мы должны понимать, что у него есть причина ее пить. Да, 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 не надо делать так, что просто открывается кадр, и он сразу такой, на, и она такая, ой, дорогой, а где у нас лежат носки? Он такой, на, 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 надо сначала показать, что она реально сказала какое-то дерьмо, что она, типа, не знаю, послала нахер его мать, и чтоб зритель такой сам решал, типа, нормально ли дать женщине пахали за то, что она послала нахер твою мать? шутки шутками, но вот ты сейчас говоришь тему, то есть как бы реально, да, зритель должен понимать, что, возможно, он либо, действительно, если мы там снимаем про какого-нибудь маньяка, что вот он пи***ит жену просто потому, что он агрессивный, либо зритель должен понимать, что она чем-то спровоцировала его. Да, даже это, нет, ну это какая-то причина, по которой он, пускай неправильно, общественно, порицаемо поступил, но поступил именно так. И давай закончим что-нибудь, эту тему. Про боепики, я начал про то, что их любят продюсеры, их любят киноакадемики, их любят актеры, но вопрос в том, любят ли их зрители, потому что, на мой взгляд, это фильмы, предназначенные как раз, вот в контексте нашего обсуждения спойлеров в прошлом выпуске, это предназначен, фильмы, это фильмы, предназначенные для людей, которые любят знать, что будет. То есть, они идут на фильм, они хотят знать, что типа, вот я смотрел боепик про Рея Чарльза в четверг, и как бы, ну я знаю, что он будет сидеть нахмуром, что он станет суперизвестным, и это добавляет, ну, некоторые скуки в происходящее. Ну, мне кажется, как раз таки наоборот, это хороший вызов режиссеру сделать фильм, который ты знаешь, чем кончится, интересным, показать зрителю, как из точки А этот персонаж оказался в точке Б. То есть, грубо говоря, не сразу тебе показывать сидящего нахмуром Рея Чарльза, а показать маленького черного мальчика, который очень хочет стать музыкантом, но у него есть проблемы со зрением определенные. Это, опять же, зависит от материала, с которым ты работаешь. Если бы он не сидел нахмуром и не трахал все, что движется, то в этом боепике нечего было бы снимать. Это было бы, ну вот, он такой, типа, ну, жил-жил, играл на пианино, стал известным. Пара-бара-пам. В общем, я все-таки из людей, которые любят, чтобы фильм удивлял. То есть, я стараюсь даже аннотации не читать на торрентах, когда покупаю там фильмы, потому что, ну, как-то, даже когда, ну, вот хороший пример, кстати, вот, Тихое место, которое мы смотрели, там вот, спойлер-спойлер, на первой, буквально, на третьей минуте один из детей семьи, про которую фильм умирает. И, по сути, на этом построен все повествование. То есть, все, что происходит в фильме, рассматривается зрителям через призму вот этой вот ранней гибели их ребенка. И, ну, сложно назвать это спойлером, это вот такое событие, про которое обычно пишут в аннотации, потому что, как бы, происходит первые 10 минут. Но гораздо круче не знать об этом. Гораздо круче не знать вообще ничего. То есть, просто коричь, я сказал, во, фильм нормы. Ты просто включаешь и, не зная ничего, погружаешься в это именно так и настолько, зная именно то количество информации, которую в это заложил режиссер. Режиссер лучше тебя и лучше каких-то чуваков, которые пишут на аннотации, знает о том... Что ты должен знать в начале фильма. Да. И я люблю, чтобы меня фильм удивил, а с боепиком очень сложно, чтобы тебя удивили. То есть, во-первых, ты либо должен не знать какие-то части биографии человека, про которого это боепик, что вообще, ну, если ты не знаешь про этого чувака, то какой-то нафиг боепик. Для тебя это не боепик. Либо нужно что-то выдумать, опять же, и потом ловить на себя шишки оскорбленной общественности. Типа, ну, он бил жену, но не с ноги же он ее бил. Типа, ну, в общем, я... Снимайте боепики дальше, но просто, мне кажется, это априори кино, которое начинается на более низком уровне, чем просто фильм уникальный, и чтобы сделать боепик хотя бы настолько же крутым, как фильм такого же уровня качества, но про уникальную историю, надо уже режиссеру постараться. И никогда боепик не будет таким, что прям вау, прям жизнепереворачивающим. Ты можешь вспомнить? Не знаю, я тупо устал от боепиков. Я вот недавно включил Молис Гейм, который Большая Игра, по-моему, называется у нас. Ну, это тоже вот боепик ли это? Ты вообще знаешь эту историю? Нет, типа, я знал эту историю именно потому, что, собственно, там играет Чистейн, которую я люблю и обожаю, и все. И вот это единственное, почему я узнал эту историю. Нет, до того, как сняли фильм, я, естественно, не знал. Мой пункт в том, что для тебя это не боепик. То есть, когда ты... Какая разница? Ну, суть в том, что все равно... Суть в том, что ты не знаком с мифом, про который он рассказывает. То есть, вот я смотрел про Реа Чарльза, и я знаю, что Роличалс это слепой пианист, Хидроуджек, и Доншкам. То есть, у меня конкретная ассоциация с этим человеком. Я знаю, что он ставился. Я знаю, что он ослеп, потому что плакал из-за того, что из-за него утопился в корыте его младший брат. Я просто... Ну-ка посмотрим, как вы рассказали эту историю. Вот это вот чувство боепика. Когда ты включаешь фильм про чувака, который ты... Ну, про которого ты никогда не слышал, для тебя это, ну, то же самое, что уникальная история. Не знаю, у меня такое ощущение, что режиссеру как будто бы бьют... Вернее, даже не режиссеру, а сценаристу. Ну, в случае Моллис Гейма, ты сценарист и режиссер один и тот же, да, Аарон Соркин. Такое ощущение, что им просто бьют по рукам в момент написания сценария палкой с надписью «Историческая достоверность», и они, типа, такие пытаются сделать так, чтобы даже если они что-то выдумывают, чтобы их не пи***или особо жёстко в комментариях за то, что фильмы исторически недостоверны. Ну, то есть реально боепики кричат о том, что мы настоящий фильм про настоящих людей. Они как-то вот... Они какие-то сжатые, они какие-то, знаешь, как застенчивые, что ли. Ну, ты правильно сказал, что там не выдумаешь, что он торговал какими-то маленькими девочками. Потому что, ну, это будет через чё. Да. Это ещё и засудок. Конечно, конечно. Надо сделать небольшой дисклеймер сначала. Почему мы не посмотрели главные премьеры этой недели, этих нескольких недель. Это «Суперсемейка 2» и «8 подруг Овшена». Давай начнём. С «Суперсемейка» всё просто, её нет в оригинальной озвучке. Можете считать нас обнаглежившими снобами, но мы смотрим кино только в оригинале и не считаем, что это какой-то адский бутбор. А я просто ненавижу «Суперсемейку» и можете кидать мне камнями, помидорами. Ну ты и мразь. Да. Ну мне не нравится, я не смотрел ни оригинал, ничего. Вот. «8 подруг Овшена». Знаешь, вот у меня есть такая позиция. Мне настолько насрать, на самом деле, на жанрах есть муви. То есть фильмы про ограбления. Да. Мы с тобой недавно смотрели «Логан Злак». Да, это достаточно. Удача Лодена. Да. Содерберга. Да. И по-моему, хватит, короче, на сегодня с этими фильмами. Я ещё потерплю. Так вот, у меня настолько похер, на самом деле, на друзей Овшена, что будь это друзья, 14 друзей Овшена мужчин, будь это 8 подруг Овшена женщин. Абсолютно насрать. Одинаковый похер. Да. То есть, пускай это будет кто угодно, я всё равно дождался бы этого фильма на DVD, и, может быть, тогда бы только его посмотрел под пивко с пиццей, особо не вникая в то, что там происходит. Мне просто неинтересно, правда. Да, та же фигня. Я не смотрел ни одного фильма про друзей Овшена, просто потому, что мне неинтересны фильмы об ограблениях. И к нашей рубрике, которая в контексте отсутствия каких-то громких новых релизов становится уже регулярной. Старый фильм, которому внезапно стукнуло много лет. Да, вот мы рассказывали про Лоуренса Аравийского, теперь у нас Дирхантер. Это фильм 1980 года. Охотник на оленей. Да, Охотник на оленей. 80-го года. 78-го. Блин. Да? 78-го? Думал, 40 лет. Вообще, 18-й год, блин, я в зубном. Да, в общем, с третьего раза у меня получится. Так, это фильм про Вьетнамскую войну 78-го года. Собственно, кратко о сюжете. В захолустном американском городке живут три друга. В пятницу вечером они заканчивают ночную смену на столетийном заводе, где они работают, и у них очень плотное расписание, потому что в субботу вечером один из них женится, в воскресенье они в последний раз идут на охоту на оленей со своими друзьями, а в понедельник они все втроем уходят добровольцами в десантную дивизию во Вьетнам. Важно отметить, что охотятся на оленей, они идут не к клубу, в котором проходит концерт Фейса, а... Да, это на самом деле олени с рогами. С рогами такие, да, скачут. Вот, и для меня это фильм, который раскрывает тему, которая раньше в контексте Вьетнамской войны не была раскрыта. И уникальность этого фильма в том, что мы очень подробно посмотрим свадьбу, одного из этих трех друзей, мы посмотрим то, как они пойдут на охоту, и мы целый час будем знакомиться с жизнью этих ребят, которые не подозревают, какой ужас их ждет во Вьетнаме в процессе их существования в мирной жизни. И для меня эта тема, которая ранее в фильмах про Вьетнамскую войну не была затронута. Со времен, как войны перестали быть войнами на уничтожение, как Вторая мировая, и Первый мир стал гораздо чаще отправлять своих солдат, убивать разноцветных людей куда-то далеко, а потом возвращать их обратно. Стало очевидно, что главная проблема таких войн не в том, что этих солдат могут убить или ранить где-нибудь во Вьетнаме, а в том, что, возвращаясь обратно, им очень сложно интегрироваться обратно в мирное общество. Стало известно, что среди солдат, воевавших во Вьетнаме, гораздо больше было смертей от суицида после возвращения из Вьетнама, чем, собственно, от мин и ловушек Вьетконга. И, например, в фильмах про Иракскую войну уже очень часто и очень подробно раскрывается эта тема. Первая приходит на ум Херт Локер, убейте меня, не знаю, как это в русском дубляже называлось, Кэтрин Бигилл, 2008 год, за который она получила Оскар за лучшую режиссуру и фильм Года, где весь фильм строится про вьетнамского ветерана, сапера, который играет Джереми Реннер, вся суть фильма в том, что он не может до конца вернуться с войны, то есть он приходит домой, у него там жена, он что-то покупает хавку в супераркете в такой и обратно на войну. Это не единственный пример в американском снайпере 2014 года тоже раскрывается тема, что он не может не до конца вернуться с войны. И вот вся эта тема посттаматического синдрома, афганского синдрома, как называли его у нас в 90-х годах, сейчас уже раскрывается, но во времена вьетнамской войны она не была еще настолько известна и все фильмы про Вьетнам происходят во Вьетнаме. Вот что я всегда считал эдакой большой тройкой фильмов про Вьетнам, то есть в хронологическом порядке «Апокалипсис сегодня» Франсиса Форда Коппола, взвод Оливера Стоуна и цельнометаллическая оболочка Стэнли Кубрика. В них всех мы видим то, как герои существуют на войне. У них совершенно разная тематика, но при этом все это про войну и окончание войны комиссование персонажа, уход его с войны это такой счастливый финал, что типа вот чувак, ты выжил, ты пережил этот ад, теперь у тебя все будет хорошо. И Дирхантер показывает то, что нет, не будет хорошо. Он раскрывает именно момент возвращения солдата с войны и мы видим, как он не может строиться обратно в общество. То есть мы сначала час смотрим то, как эти три друга тусуются со своими друзьями, шутят шутки, гуляют на свадьбе. Потом мы видим кратко, буквально полчаса войны, похожей на дитя ищий ад. То есть реально, наверное, самое страшное изображение войны во вьетнамских фильмах, которые я видел. Да, когда он кидает гранату в подвал с детьми. Да, и вот эта вот русская рулетка, это прям вообще жесть. Причем, да, там как бы не показывают кровь мяса кишки расчлененку, и там очень смешно идет фонтанчиком кровь у людей из головы, но почему-то такой мрак, так это все страшно, просто я не знаю. Да, и при этом это кратко, как бы это похоже на войну, как в моем представлении она остается в голове у реальных людей. То есть ты сначала жил-жил, потом короткая, но жуткая вспышка войны, и потом ты живешь дальше, иногда там и видишь эти вспышки в ночных кошмарах. И вот здесь тоже мы посмотрим полчаса войны, а потом мы еще час будем смотреть то, как каждый из этих друзей пытается интегрироваться обратно в общество, как он не может уже шутить шутки с этими друзьями, как ему все кажется блеклым, и так далее, и тому подобное. И вот эта вот тема, которая раньше не была раскрыта, и вот раскрытие этой темы в Охотники на олене фильме 78-го года, который я почему-то не смотрел, для меня стало откровением, и вероятно, я теперь выкинусь в своей большой тройке вьетнамских фильмов коряло снятый взвод Оливера Стоуна, и добавлю туда вместо него Охотника на оленей, и теперь она будет наконец-то завершена. Я хочу тебе сказать, что Рэмбо же на самом деле про это же, ну, то есть Рэмбо, конечно, это боевик, это там Сталлоне не сидит с грустным лицом и плачет, но по сути фильм про то же самое, про тот человек с посттравматическим синдромом пытается ужиться в современном мире. Он про фильм, да, это про ветерана вьетнамской войны с посттравматическим синдромом, и как он не может устроиться в общество, но тут все-таки мы видим его уже с посттравматическим синдромом, и уверенности нет, может, он всегда был ебанут, ну, как бы, непонятно. Тут мне именно понравилось это раскрытие темы, что мы сначала видим героев и прикипаем героям именно в мирное время, то есть они для нас реально мирные чуваки, которые не понимают, на какую дичь они подписались. Потом мы видим их на войне, и потом мы видим их после войны. И вот эта вот трансформация происходит на наших глазах. Там была еще вот эта сцена, когда приходит зеленый берет к ним на свадьбе. Да, и мрачно бьет. Да, а они такие, типа, эээ, да че ты? Да скажи, что там в Вьетнаме будет? Да, да, хер с ним, мы там всех выжимем. Тебе все будет нормально. Да, и вот эта вот трансформация веселых молодых ребят в покалеченных психически ветеранов войны происходит на твоих глазах, и она великолепна. То есть очень глубоко погружаешься. Это трехчасовой фильм, который не кажется долгим, не кажется нудным, и который реально погружает тебя в пучину, в безумие военных действий и оставляет неизгладимый след в душе. Я хотел сказать, знаешь, я как человек, который прослужил в армии один год, и не обходится без этих историй, но на самом деле примерно такая же ситуация складывается, когда ты возвращаешься со службы. Ты приходишь, и ты, вот, у меня было такое ощущение, как будто бы ты сидишь на обочине, и мимо тебя просто проносятся чужие жизни, и люди что-то делают, куда-то работают, у кого-то отношения, а ты сидишь и просто на это смотришь, и ты не понимаешь, как строиться обратно. И это просто службы в армии, где никто никого не убивает, где нету моральных потрясений, серьезно. То есть самое страшное моральное потрясение, это что тебя там дагестанец изобьет и сломает тебе нос. Вот самое страшное твое потрясение в армии. То есть я подозреваю, что война колечит людей гораздо сильнее. Но вот именно ощущение того, что ты где-то в стороне, вот оно очень хорошо, мне удалось это прочувствовать, прям очень серьезно. И потом действительно ты очень долго и тяжело встраиваешься обратно, но опять же, это зависит от крепости характера, на мой взгляд, от того, насколько человек способен взять себя в руки и смело броситься обратно. Ну да, вот тут тоже это видно. То есть тренирование изначально он такой самый крепкий, суровый, он и на войне их спасает, и после войны ему проще всего строится. Но все равно мы видим вот эту вот сцену с Джо Казаном, где мы понимаем, что нифига Денира полноценно оттуда не вернулся. И вот тоже вот эта вот война, которая здесь представлена в виде метафоры, в виде русской рулетки, в которую заставляют играть героев, и от которой, от мыслей об игре в которую они потом не могут отделаться, что она его не отпустила. Знаешь, я хотел еще немножко поговорить про посттравмат. Вот смотри, у меня такое ощущение, что как будто бы посттравматического синдрома не существовало до Вьетнамской войны. То есть, это, конечно, это мое такое заблуждение, уровня в Советском Союзе секса не было. Почему-то люди, вернувшиеся со Второй мировой войны, с Великой Отечественной войны, они построили вот эту страну, в которой мы живем, и там записывают подкаст. Мне кажется, во-первых, никого особо не волновало в те времена какой-то там синдром, потому что они, может, и кончали с собой, но... Мне кажется, вот честно, знаешь, я подозреваю, что, возможно, я неправ. Может быть, если кто-то из слушателей разбирается в этой теме, он объяснит мне, что я неправ и почему. Я готов. Это даже не моя точка зрения, это мое непонимание. Но вот реально у меня такое видение, может быть, это так постаралась советская пропаганда, что советские люди, которые одержали победу в Великой Отечественной войне, они были как будто бы морально крепки. Но дело не в морали, дело просто именно психологической травмы, которая тебя носит до войны. Мне кажется, важная часть постаратического синдрома это именно тот факт, что тебя вырывают из нормального общества, ты едешь в какой-то ад, а потом ты возвращаешься, ты должен обратно встроиться в это нормальное общество. А Второй мировой такого не было, потому что весь Советский Союз был охвачен войной, и никого она страной не обошла. И ты не возвращался с войны из окопа обратно в счастливый дом, где тебе жена жарила яичницу и умытые дети там говорили папа, папа. То есть ты возвращался на какие-то просто руины, на разбомбленные в ноль города, и ты... Просто эта война, по сути, продолжалась. То есть сверху не падали бомбы, но все равно люди подрывались на минах, и как бы нужно было разминировать все вокруг, на поля, леса, везде валялись трупы, оружие, там произошло ренецианс бандитизма, вследствие того, что под каждым кустом можно было раскопать автомат. И как бы эта война, по сути, не закончилась. Как раз посттаратический синдром это следствие того, как сейчас ведутся вот эти вот так называемые прокси-воины, когда общество первого мира берет солдат и посылает их куда-то далеко, какие-то там дрязги непонятные решать. То есть вот побомбить Вьетнам, там, повоевать в Сирии, не знаю, где-то, ну в общем, далеко от общества. А в это время дома происходит мирная жизнь. Девушки ходят в платьицах, все едят мороженое, и все хорошо. И вот именно в это общество по количеству человек не может строиться обратно. Ну да, пожалуй. И причем, кстати, да, забавно, что тот же самый Роберт Де Ниро играл примерно такого же, ну не примерно такого же персонажа, но тоже посттравмат, он отыгрывал в таксисте. Да, причем это за два года. Да. Вот по поводу Охотника на оленей Де Ниро вроде как говорил, что это одна из самых сложных его психологически эмоциональных ролей была. Но правда, он это давненько говорил, может с тех пор какие-то там съемки в фильме про развредного дедушку, как это называется? Я не знаю, я помню, как Максим Иванов в своем подкасте называл его «Кстивый дедусь» или как-то так, на украинском, по-моему, это так звучит. А где это с этой Обриплазой? Ой, Обриплазой. Фильм из которого, из трейлера которого, естественно, сам фильм я не смотрел, мы узнали, что Обриплаза оказывается горячая цепочка. Она очень хорошая. Неожиданно, потому что от этого она играла такие всякие неловкие роли, типа там Parks and Recreation и все такое. А тут внезапно вау. Да. Вот, ну давай вернемся все-таки к охотнику на оленей. Я хотел поговорить. Во-первых, есть такой забавный факт, что когда фильм показывали на каком-то фестивале, по-моему, в Каннах, советская делегация просто встала и вышла из кинотеатра и сказала, мы не будем смотреть это говно, потому что оно оскверняет советских людей. А прикол в чем? Что, собственно, ты об этом не упомянул. Главные герои, они русские иммигранты. То есть у них русские фамилии. Кристофера Уокена зовут, собственно, Николай. Да, но они такие, то есть они русские иммигранты во втором поколении. То есть они... Если уже не в третьем, да. То есть они какие-то дети людей, да. То есть они... Вот эта свадьба, она играется в православной церкви. Это пляшет под гармонь. То есть это американский фильм, который показывает русских людей не клюквенно. То есть при том, что они реально... в присядку, но при этом это выглядит ну просто как, не знаю, раздолбайская свадьба. Я не бракос, да. Это выглядит естественно, да. Это тоже очень удивительная вещь. Вот. Я хотел сказать, что на самом деле у меня такое ощущение, что вот эта сцена со свадьбой это реально попытка поиграть в крестного отца. Потому что в крестном отце мы видели свадьбу, ну знаешь, как такой, как экспозицию всей вот этой семьи, как экспозицию итальянских иммигрантов. И вот у меня такое ощущение закралось, что один из зайцев, который хотел подстрелить охотник на оленей, это то, что мы хотим показать русскую иммиграцию в Америке, как это сделало в крестном отце с итальянской иммиграцией. Возможно. Зачем это им было нужно? Я так и не понял, если честно. Просто такие герои, и мы вот даем вам час экспозиции, чтобы вы ими прониклись, и они еще вдобавок пускай будут русскими, ну ок, но больше никакой причины я не вижу здесь. Мне кажется, как Дарен Айроновский с детства мечтал трахнуть балерину, и вот это свое желание, он выразил в фильме «Черный лебедь», точно так же режиссер «Охотника на оленей» мечтал с детства погулять на русской свадьбе, и вот эту свою фрустрацию по поводу того, что он не может этого сделать, он сублимировал вот этой часовой экспозиции «Русская свадьба» «Русская свадьба» это такой мрачный пи***бет. Ну да, ну там на самом деле так со свадьбой, то есть они как минимум горько, они подрались, они не кричали горько, они кричали горько, да, кричали, ладно. Ну там не было «Горько, горько», там не было, но там было очень забавно, как хор псевдо-русских людей, там не хор, там просто толпа псевдо-русских людей, кстати, большая часть массовки, насколько я знаю, они были реально русскими иммигрантами, вот, но при этом там видно, что те люди, которые прям актеры, они просто открывают рот во время пения, а те, кто массовка, они прям попадают в губы и поют эту песню, вот это мне вообще позабавило. Давай завершим тему с «Охотником на оленей» опять гейской темой. В фильме ты поднял эту тему, ты... Я позвонил, режиссер сказал, «Так, браток, 78-й год, гейфт-ка добавь». Мы смотрели, мы с тобой, по сути, оба посмотрели это кино, я, к сожалению, остановился за полчаса до конца и начал его с тобой обсуждать, в результате чего ты сказал мне, что, ну сейчас, ребят, спойлер, извините уже, да, как бы что, так он же любит его. И тут я уже не мог отделаться от этого ощущения, что этот фильм на самом деле про суровую мужскую любовь. После этих твоих слов я начал смотреть на них, как на двух геев, которые просто... Оказывается, верить, что они геи. То есть, они как бы, каждый чувствует то, что он любит другого, но боится в этом признаться. Ну да, это вот еще одна проблема, помимо посттравмата, то, что они боятся признать себя, ну если на самом деле они задумывались, как геи, я не знаю, я не могу судить. Может, на самом деле, просто... она очень симпатичная. Да. Она молоденькая, прям хорошая. Не знаю, мне кажется, она постарев реально выиграла. Ну она стала гораздо фактурнее. Более фактурная, но молоденькая, она прям такая, ну типичная, красивая девушка. То есть, она не вычурная, не Марго Робби, там какая-нибудь... Да, она не супер красивая. она не супер красивая, но очень приятная, она очень милая. Вообще, и вот странно было видеть реально крутую актрису в роли вот такой, по сути, ну, телочки, по которой текут герои. Да. То есть, вот это 78-й год, в 76-м Павлованский снимал свой китайский квартал, и там вот женщина, при том, что они тоже там стараются показать, как такой томбой, то есть, она там и машину умеет водить, хотя она баба, и там и на лошади скачет, но при том, все равно, она такая унылая именно вот эта вот карикатура, то есть, просто вот эта вот красивая женщина с белыми волосами, которая так медленно говорит, и которая получает похори от мужика. Ну, как во всех фильмах до 80-го года, по-моему, было обязательно такую сцену снять. Да, даже, кстати, в Дир Хантере тоже эта сцена есть очень смешная, кстати. да, где Джо Казан, который, собственно, снявшись в этом фильме, сразу же резко умер от рака, бьет женщину в... Да, там очень смешная сцена, что с его девушкой танцует тамада, и во время танца лапает ее за жопу. Джо Казан такой, что он себе позволяет? Подходит, отталкивает тамаду и бьет просто прямой удар в лицо этой своей девушке, и я такой просто... Ооо! И все такие, ооо, чувак, типа, ну, как бы все окно... И все такие, да, ну, норм. Да, господи, что вообще произошло? Да, еще очень странно этот фильм наблюдать. Да, и я хотел сказать про то, что если в фильме действительно поднималась тема того, что двое мужчин, влюбленных друг в друга, боятся признаться себе в этом, то как бы фильм приобретает еще один слой, что помимо посттравмата есть еще вот это принятие себя таким какой-то есть. И вот здесь, знаешь, мне это навело на такие, как бы, ну, по сути смешные мысли, конечно, но мне кажется, они имеют место быть о том, что современному квир-кинематографу, который, не знаю, к чьему-то сожалению, может быть, к чьему-то счастью, мне на самом деле глубоко индифферента снимают про геев фильмы или нет, я их так же легко смотрю, как и фильмы про натуралов или черных или инопланетян и кого угодно, никакой разницы. Я хочу сказать, что, возможно, современному квир-кинематографу не хватает вот этой темы про брутальных мужчин, которые просто любят друг друга, не знаю, ебут друг друга в жопу по ночам, идут, работают на сталелитейный завод, пьют водку, бьют морду друг к другу, идут потом вместе в кабак, там еще с кем-нибудь дерутся. То есть, ну, это не какие-то инфантильные юноши, которые неловко целуются в раздевалке, или что это не какие-то два мужчины, которые тоже такие очень чувственные, а что это, ну, то есть, я не верю в то, что все геи, они на самом деле вот такие вот смазливые мальчики. Ну, я уверен, что существуют среди геев мужчины большие, брутальные, которые... Да, которые работают на сталелитейном заводе. то есть, ну, конечно, это не наша раша какая-то, там, да? Не, ну, вообще, это было бы таким максимальным уровнем, как бы, принятия именно геев в обществе и себя как гея, то есть, что не то, что ты такой вышел из шкафа и уходишь вот в эту вот культуру закрытую, где ты вместо Тиндера в основном гриндер, и ходишь в другие клубы, и ведешь себя по-другому, а что именно ты можешь полностью интегрироваться даже в такую традиционно маскулинную среду, как среда работников сталелитейного завода в маленьком городке, и при этом быть геем, и все будет ок. Да, это на самом деле довольно серьезная тема, учитывая, что фильм реально 78-го года, когда все было очень плохо, и реально большая часть населения из США считала, ну, лет через 10, по крайней мере, будет считать, что Бог придумал, спит, чтобы уничтожить геев, это была довольно очень смелая тема, но на самом деле ее там реально сложно разглядеть, то есть я хотел сделать дисклеймер, что, чуваки, если кто-то не любит фильм про геев, и не любит эту гейскую тематику, не пугайтесь смотреть Охотника на лени, и там вот, чтобы вот это вот гейство разглядеть, нужно реально быть ненормальным, и смотреть с микроскопом, то есть, скорее всего, вы ее там вообще не увидите, и увидите просто историю любогоного треугольника с двух чуваков, там, да, во-первых, история любогоного треугольника между девушкой и двумя парнями, ну, в смысле, что... Эдим Мэрл Стрим там тоже по лицу от бати свою получает. Ну, кстати, да, тоже просто... Охот, эти фильмы 80-х годов. Да-да-да. Так вот, да, чтобы разглядеть там это, на самом деле, это просто выражено в том, что один из героев говорит, я люблю тебя, но вот у меня, честный, вот если бы я не слышал твой вот этот посыл до того, как посмотрел эту сцену, я бы подумал, что, ну, это просто чувак признается в любви своему другу, ну, в том плане, что он любит его как друга, что он жить без него не может, как без лучшего друга. Я могу понять такое чувство, когда два человека прошли через такое говно, что они реально настолько привязаны друг к другу, что не смыслят своего существования. И при этом в этом нет никакого При этом наукомо. Да, в этом нет никакого сексуального подтекста, они просто вот кореша такие по жизни навсегда. Так, ну что, подкаст у нас подходит к концу, ребят, давайте стандартный блок про то, что мы теперь есть на iTunes, вы можете туда зайти, поставить нам звездочки, оставить нам комментарии, и мы будем вам дико признательны, потому что это очень здорово и мотивирует нас сделать что-то дальше и становиться лучше. И, кстати, реально мы читаем ваши комментарии и пытаемся совершенствоваться благодаря им. Если вы слушаете нас на андроиде, у нас есть ссылка на наш RSS, который вы можете добавить к себе в то приложение, через которое вы нас слушаете, и будет вам счастье. А еще у нас есть телеграм-канал, где я пишу всякие мысли по поводу просмотренных фильмов и где мы постим то, на какие фильмы когда мы пойдем, и там же мы постим новые выпуски нашего подкаста, адрес собака K-E-E-N-A-C-H, то есть кенач через две английские E, ну и видеоверсия нашего подкаста, в которой в этот раз в качестве видео будет просто статичная картинка, но я знаю, что многие любят все равно именно так слушать, будет расположена на YouTube-канале Канобу. Да, ребят, я веду нашу группу в Facebook, если кто-то им пользуется, тоже ищите нас просто по слову кенач, там периодически появляются всякие новости и прочие интересные посты, а еще у нас есть Instagram, куда я иногда пользую всякие картиночки, фотосеты симпатичных и не очень знаменитостей обоих полов, между прочим. Вот, и я очень хочу сделать что-то с этим форматом, добавить какие-нибудь, может быть, трансляции прямо после премьеры, когда мы выходим из кинотеатра и начинаем орать друг на друга, что кому-то понравилось это кино, а кому-то нет, это может быть очень забавно и, мне кажется, это может кому-то понравиться. Если мы соберем там большое комьюнити, я думаю, такому формату быть. А у нас на этом все, ребята. Слушайте маму, кушайте кашу и ходите в школу. Пока!